Друзья, всем привет! Сегодня разговор о том, куда пойти учиться на дизайнера интерьера. Это полезно для того, кто решил переквалифицироваться, получить новую профессию, а именно дизайнера интерьера. Курсов много, школ много, а куда идти непонятно. Вот на эту тему сегодня мы порассуждаем с Валерией. Это председатель. Давай я представлюсь, чтобы тебя не мучить. Меня зовут Мироненко Валерия. Я являюсь председателем союза дизайнеров и архитекторов по городу Екатеринбургу и Свердловской области. Также я арт-директор и основатель собственной дизайн-студии. Привет, Валерия! Привет! Спасибо тебе, что пришла. Откликнулась на мое приглашение. С Валерией мы познакомились на конференции. Она выступала с темой «Искусственный интеллект против авторского дизайна». Меня это очень зацепило, так как я занимаюсь авторским дизайном. Но сегодня не про это. Сегодня мы поговорим про образование, про дизайнерское образование. Для начала я хотел бы сказать, для кого это могло бы быть интересным. Ну, во-первых, для людей, которые решили сменить профессию. Очень часто оказывается, что кто-то посидел дома, но чаще всего это девушки, конечно, и решили, что работа бухгалтером им больше невыносима, и они хотят стать дизайнером. Вот это для них. Для тех, кто решил сделать дизайн для себя, ну то есть своей квартиры. Ну, допустим, это девушка, домохозяйка. Нет, это обычно те, которые посмотрели, что дизайн им не подъемен по деньгам, слишком дорого для них, и они решили пойти самообучиться и сделать для себя дизайн. Это тоже такие есть. И тоже такие есть. Но не только. Есть и те, у которых и с деньгами все в порядке, но они хотят сами. Почему бы и нет? Ведь профессия творческая, она привлекательная, и многих к себе притягивает. Ну, ведь она яркая, красочная. Ну да, все думают, что это так легко, так здорово, так классно. Да, осталось только освоить программу. Да, осталось разбираться в цветах. Также это полезно тем, кто закончил вуз, то есть институт, академию, связанная с дизайном или архитектурой, и вот они не знают, что им делать, им надо как какое-то, ну, пинок что ли, я не знаю, дополнительное образование какое-то. Ну, и я бы сказал, конечно же, это полезно дизайнерам, которые хотят повысить свой уровень. Ну, то есть все же мы обучаемся, так ведь? Мы все где-то учимся, куда-то ходим, какие-то курсы, повышающие квалификации и так далее, и так далее. Но в основном упор все-таки на тех, кто хочет освоить дизайн с нуля. Вот давай мы сегодня с тобой поговорим про те школы, которые это предоставляют. Ну, не конкретно про школы, а вот попробуем в разговоре разобраться этим людям, куда им все-таки идти. Вот что ты думаешь по этому поводу, как председатель? Ну, смотри, для того, чтобы новичку, да, давай возьмем какой-то образ. Сейчас девушка, которая работала раньше бухгалтером, назовем так, или юристом, решила стать дизайнером. Она почувствовала стагнацию в своей профессии, и все, хочу творить, созидать, быть полезной этому миру. Надо идти дизайнером. С чего ей начать? Ну, первое, с чего ей начать, я считаю, что нужно погрузиться в саму профессию, ей понять, из чего, что из себя представляет профессия дизайна, да? Ну, вот так как ты человек, прошедший много стадий образования, и причем, начиная не с института, как раз-таки вот ты переквалифицировалась и выросла в большого дизайнера, и не просто, а ты еще и председатель союза дизайнеров. Вот давай обсудим те курсы и вообще ситуацию, которая на рынке существует, для того, чтобы помочь зрителям разобраться, что им выбрать, куда идти. Я расскажу свое видение, а ты меня поправляй и направляй, и давай свою обратную связь. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, то есть, в качестве какого-то совета, возможно-таки. Вот я считаю, что рынок образовательных услуг в области дизайна интерьера можно поделить глобально на две части. Вот, первая часть, ну, сейчас все подумали, оффлайн и онлайн. Да, да, да. Это само собой. Ну, например, в онлайне, в принципе, я ничего плохого не вижу. Ну, вот что делать, если очень хочется учиться, а вот я в Екатеринбурге... А в твоем городе нет оффлайн-школы, да? А у меня ученик, там, например, там, я не знаю, в Сифтефкаре где-нибудь. И что ему делать? Ну, вот онлайн. Здесь другой вопрос, что вот есть онлайн-живые уроки, ну, то есть, я преподаю, условно стою у доски, камера меня снимает, и вот прямо в режиме реального времени человек меня видит. Но только через экран. Я считаю, что это нормально. Но если есть наставничество, если есть потом уроки, проверка домашних заданий, обратная связь... А вот когда онлайн-это уроки в записи, вот я считаю, это ерунда полная, потому что ты смотришь что-то в записи, потом у тебя в моменте нет возможности задать вопрос, ты потом где-то задаешь эти вопросы, непонятно где... Ну, своему наставнику. Слушай, мне кажется, наоборот, в записи удобнее, потому что так ты должен привязываться к этим урокам по временным рамкам, а ты, если еще только пытаешься переквалифицироваться, то ты, скорее всего, где-то работаешь, жить-то тебе на что-то надо. Соответственно, у тебя полноценный рабочий день, а вот именно на эти уроки ты ходишь тогда, когда у тебя есть свободное время. То есть, это выходные, это вечернее время. А вот давай спросим у зрителей, напишите в комментариях, что бы вам было удобнее. Либо в записи смотреть в удобное время, либо в режиме реального времени, прямо вот как настоящий урок. Прямой эфир. Прямой эфир, да. Я здесь маленькую ремарочку сделаю. По моим наблюдениям, люди, которые получают уроки в записи, они рано или поздно забрасывают их смотреть. А когда надо прийти уже на живой урок, ну, тут уже не отмазаться, ты идешь на живой урок. Вот, ну, это такая маленькая оговорочка. Ну, и, конечно, оффлайн. Понятное дело, что оффлайн гораздо качественнее, потому что есть вот непосредственный контакт. То есть, ты сидишь, ты можешь что-то потрогать, пощупать, тут же спросить, подсмотреть. И самое главное, пообщаться с теми людьми, которые находятся рядом, посмотреть, что делают они, с ними поговорить и получить какие-то новые мысли. Вот это самое ценное. Ну, и, конечно, образовывается какой-то круг общения, круг поддержки, я бы сказал. Это тоже очень важно. То есть, ты не один в чистом поле, а у тебя есть какая-то поддержка. Вот, онлайн и оффлайн. Две большие разницы на самом деле. Я тоже сторонник оффлайн образования. Но когда я говорил, что можно разделить на две большие части рынок образовательных услуг в дизайне интерьера, я имел в виду не онлайн и оффлайн, а я имел в виду вот что. Что первая часть образования, оно касается образования в сфере визуализации интерьера. И эти ребята выступают под лозунгом «Выучи программу, стань дизайнером интерьера». Так вот, я считаю, что это в какой-то степени даже обман, потому что вы не становитесь дизайнерами интерьера, вы становитесь визуализаторами, помощниками дизайнера интерьера. То есть, к вам потом обращаются дизайнеры, которые дают вам задания, ну, типа, давай рисуй вот так или вот так. Слушай, лично мое мнение, что дизайнер вообще не должен разбираться в программах. Вот. Ни в каких. Не надо ему этого. И теперь вторая часть. Теперь вторая часть образования, это та часть, которая учит непосредственно дизайну. И вот здесь хотелось бы сказать, а ты прокомментируй, что если вы хотите освоить программу, стать визуализатором, помощником дизайнера и по его заданию что-то делать, ну, или чертежником, и по заданию дизайнера что-то делать, то тогда идите на эти курсы, где выучи программу «Стань дизайнером интерьера». Вот тогда вам туда, однозначно. Так это или нет? Если 3D-визуализатором, да. Ну, это отдельная вообще профессия. И отдельно, то есть если мы говорим про 3D-визуализацию, то нужно идти на курсы 3D-визуализатора и становиться профессионалом, специалистом 3D-визуализатором. 3D-визуализатор – это не равно дизайнер. Ну да, фишка просто в том, что люди-то в надежде того, что они выучат программу, и почему-то они считают, что вдруг... Таким образом они станут дизайнером. Да, что станут дизайнером. Но фишка заключается в том, что вы выучите, как на кнопочке жать. Но компьютер же за вас не придумает, как дизайн придумывать. Так ли? Вот подтверждение от Валерии. Так что вот прислушайте. Ну да, я сейчас сказала, что дизайнер не обязан знать, и вообще не нужно ему знать эти программы. На самом деле это тогда, когда уже вы как личность, как единичный целостный дизайнер, возле которого есть своя команда, которая выполняет чертежи, визуализацию, комплектацию, еще какие-то архитектурные планы и так далее, и так далее. А вы как дизайнер, вы творец. Но, конечно же, на начальном этапе, вот я когда приходил, я личный свой пример приведу, я когда приходила в сферу дизайна, я умела все и чертить, и коллажи собирать, и 3D-визуализацию делать. Я там нашла даже какую-то быструю программу, не 3D Max, на которой я успешно делала свои 3D-визуализации, причем очень красивые. И комплектацией я занималась, то есть все эти таблички Excel и так далее. Я этим всем владела. Но когда вы начинаете расти как дизайнер, то в итоге с ростом, с вашими новыми возможностями вот эти программы вам становятся не нужны, потому что в этих программах уже работает ваша команда. Теперь перейдем тогда ко второй половине, уже непосредственно про те курсы, школы, которые обучают именно дизайну. То есть про визуализаторов мы все поняли, я надеюсь, вы все поняли. А сейчас мы переходим именно к тем курсам, которые обучают дизайну. Например, есть Уральская государственная художественная академия, у которой есть курсы переквалификации. Правильно? Они годичные, по-моему, или что-то 9 месяцев, что-то около того. Но это как, например, есть курсы у меня, есть курсы у других дизайнеров. Сейчас у нас еще центр дизайна открылся, там тоже есть свои курсы. У тебя, кстати, нет своих курсов? Нет. И сейчас их не нужно открывать. Сейчас в то время, когда лучше у нас была какая-то тоже лекция или что-то, какая-то бизнес-конференция. И мы как раз обсуждали эту тему, что сейчас не время открывать дизайн школы, какие-то свои курсы, потому что сейчас их очень много. Их очень много. И как бы своим открытием вот этим, опять же, вот этих коучей, тренеров, лекторов... Ну, понятно, в общем, рынок просто переполнен. Переполнен, их очень много. И сейчас это неактуально. Слушай, ну, я как-то особо не вылажу, хотя школа давно у меня, но получается так, что вот я даю объявление где-то и народ, видимо, который непосредственно хочет у меня учиться, они уже начинают писать. Я не знаю, как это происходит, я специально не продвигаю школу. Ну вот как-то... А как ты тогда, как у тебя происходит набор участников? Написал в Телеграме, в запрещенной Грамме и все. И твои подписчики к тебе пишут? И подписчики. Ну, то есть, ну, это называется сила бренда? Наверное. Да. Сила бренда! Ну, да, потому что вот когда ты не делаешь никакой рекламы, нигде это не афишируешь, ну, вот так вот на каких-то конференциях, на каких-то больших площадках, на какую-то большую аудиторию, ты просто разместил объявления в своих соцсетях, и люди откликнулись. Я тебе скажу еще, почему ко мне приходят, как мне кажется. Вот как раз к этому мы сейчас и подошли. Так вот, те курсы, те школы, которые обучают именно дизайну, именно дизайнеров, они делятся тоже на две части, на большую и на меньшую. Вот большая часть этих курсов, например, Уральская государственная художественная академия, обучают дизайну вот с точки зрения технологии. Механики. Механики, да. Сейчас мы собираем техническое задание, делаем планировку, теперь мы, значит, делаем там калаш. Теперь делаем классический стиль, теперь делаем арт-деко. Да, да. Теперь мы учимся программе, делаем визуализацию, и все это учимся распечатать, собрать в проект. Это такая техническая составляющая. И учат они по определенной программе, которая, в общем-то, заложена у них вообще в основе института. Правильно? Ну, то есть там, где учат, там 4 сейчас курса, ну, если хочешь 6, к сожалению, получается так, что студенты, даже отучившись 4 года, выходя оттуда по этой программе, все равно ощущают нехватку этих знаний и требуют, им требуется еще до обучения. И нехватка знания у них звучит так. А что делать-то? А как придумать-то? Я не понимаю. Но это значит отсутствие насмотренности. Возможно, но хотя насмотренность там дают. А если взять большинство курсов онлайн, в том числе, они сводятся именно к этому, именно к механике, где учат, ну, вроде бы ты дизайнер. Ну, да, дают какой-то вот базовый институт, то есть то, на чем ты можешь. И, соответственно, потом, по моим наблюдениям, а ты как председатель союза дизайнеров, вот мне скажи, подтверди или опровергни. То есть вот эти вот дизайнеры, естественно, хотят развиваться как-то дальше, они устраиваются либо в студию, либо начинают работать самостоятельно. И вот насмотренность у них какая? То, что им показывают, а показывает им что? Ну, вот то, что есть под рукой. Вот в интернете, например. Ну, да. Ну, заказчики этого же требуют, и в итоге получается одинаковый дизайн, похожий друг на друга. И говорить о том, что это высокохудожественная и творческая часть, и вообще это дизайнерская какая-то история, не приходится, потому что, ну, как если это уже 150-й модель Жигули, такая же, как были прежние, только в другом цвете. То есть, ну, вторая часть этих курсов более маленькая, и она существенно маленькая. Это именно та часть, которая учит непосредственно креативу. И вот моя школа относится именно к ним. Хотя сначала я учил именно базовым навыкам. Так что я заметил, что люди, которые осваивают сначала креатив, вот этот вот, ну, то есть творческий подход, то есть они становятся более успешными в том плане, что вот эту всю технологию потом они осваивают достаточно быстро, что ты подтвердила своей историей. Ты думаешь? Да. Ну, вот я так думаю. Может быть, я ошибаюсь. А ты как-то это отследил, что вот этот именно успех того, что они себя в профессии чувствуют комфортно, пришел именно потому, что они сначала осваивали креатив? Нет, я могу судить по уровню работ. Я могу смотреть, судить по уровню работ, которые выходят из-под пера студентов, вот так скажем, да, и потом в последующем, ну, то есть кто-то где-то работает, то есть можно вот это наблюдать. Поэтому вот я считаю, что прежде чем становиться дизайнером, вообще в принципе, ну, то есть стать дизайнером, то есть тебе надо сначала голову переформатировать. Ну, то есть мы все, обыватели думаем шаблонно. Если кухня, то вот такая, да. Либо классическая, либо современная, и все, по-другому быть не может. Может, оказывается. Если диван, то значит, он обязательно должен быть большим, угловым, там, и все. Я утрирую, но примерно это так. Ну, да, в основном идет размышление с той позиции, что практично, эргономично, и что еще там? Функционально. Это вот три кита, на которые держится запрос наших заказчиков. И они, так как они не творческие люди, они в основном не про красоту, на самом деле, только, наверное, процентов 5 населения людей, которые про красоту, остальные все практичности и функциональности. Ну, те, кто про красоту, им тоже нужна практичность и функциональность, ты удивишься. Но она у них не на первом месте стоит просто. Мне кажется, отдельная тема порассуждать, потому что, конечно, к нам много таких заказчиков приходят, которые там именно про... Ну, вот и поэтому, и поэтому дизайнеры, которые там, имея базовые навыки, они и дают своим заказчикам вот эту вот практичность и вот этот вот функционал, который от них просят. Совершенно верно. И это приводит к тому, что весь дизайн одинаковый. Под копирку. Под копирку. Так вот, я вернусь все-таки к образованию. На мой взгляд, как оно должно выглядеть. На самом деле, я ведь ничего нового не придумал. Такая система существовала в школе Bauhaus. Ну, все же про нее знают. Кто не знает, погуглите и посмотрите. Там лекция про Bauhaus очень прекрасная, особенно у Барановской, по-моему, есть великолепная лекция про Bauhaus. И там у них есть такая система образования поступенчатая. Так вот, первая ступень, первая назывался ForKurs. Там как раз развивали насмотренность. Там нету никакой речи про программы или еще что-то. Креатив. Учили работать, понимать, что такое цвет, как работает свет, как работает пространство. То есть, это такие, можно сказать, общеобразовательные предметы, да, но в дизайне. На втором курсе ты осваиваешь инструментарий, а на третьем, ну, ступени, да, ты уже, собственно говоря, собираешь это все воедино и уже, собственно, творишь, выдаешь какие-то продукты. Так вот, я на своем курсе построил точно так же, то есть, сначала мы расширяем кругозор, насмотренность, ведь это необходимо. Ну, скажи мне, как ты изобретешь шину Мишлен, если ты колеса в жизни никогда не видела? Ну, никак. Ну, я с тобой согласна. Тут вот твоя методика обучения, она, наверное, правильна. Твое вот, твое видение образования, оно верно. Но здесь вопрос вот в чем. Кто зачем идет? Кто какую цель преследует? И есть дизайнеры двух категорий, которые прям такие все творческие, они прям все такие летящие, такие вот все волшебные. Это вот к тебе. А есть дизайнеры, которые про бабки, про бизнес, про деньги. И им на самом деле, ну, как бы вообще без разницы, что там, креатив, не креатив. Подороже, подкреатив. Панкреатив. Продать, купить подешевле, продать подороже, да, назовем это так. То есть, они строят вот именно вот эти бизнесовые модели, бизнесовые идеи, они преследуют бизнесовые цели. И да, у них под копирку, да, они отвечают запросам своих заказчиков практично, эргономично, функционально. и прекрасно себя чувствуют. Вот ты про категорию людей, которые вот такие вот творческие. Я полностью согласен, потому что это совершенно две разные истории получается. Но мы с тобой говорим про дизайн и как научиться дизайну. Я поделился своим видением и могу привести аргумент. Вот если посмотреть, ну, сейчас уже не посмотреть, а чуть-чуть в прошлое заглянуть и посмотреть журналы, например, AD, LD Creation, то есть, самые крутые журналы, в которых мечтают напечататься все дизайнеры, потому что, ну, хвастаться. И даже те, которые про бизнес тоже мечтают. потому что хвастаться глянцем, ну, это очень дорогого стоит, потому что, ну, заказчики сразу же, о, это круто. Так вот, больше всего там, по статистике дизайнеров, напечатанных там, знаешь, кого? Выпускников школы деталей. А это именно та школа, которая обучает вот этому креативу, понимаешь? Не вот системе, а именно вот креативу. И оказывается, что их выпускников там было больше всего. Это тот же самый подход, ну, или вернее у меня тот же самый подход, что и у них, потому что я в свое время у них обучался, я изучил, как это происходило в Баухаусе, ну, и много где еще. И я понял, что главное начинать с этого. Хорошо, расскажи тогда, очень интересно, какие инструменты для обучения ты используешь вот именно для того, чтобы обучить креативности? В первую очередь, насмотренность. То есть, мы смотрим на дизайнеров по всему миру. То есть, и пытаемся понять, почему это хорошо, какие приемы они используют. И на этом этапе, оказывается, ничего себе, а так можно было там, условно, потолок покрасить золотой краской. Ну, я к примеру говорю. Или, например, сделать кухонный гарнитур в виде заборчика, там, с какими-то, знаешь, там, такими, фасад, треугольничком. Ну, например. Какое-то нестандартное мышление, получается, должно быть у человека? Сто процентов. Ведь мы должны, еще раз повторюсь, мы же должны набрать инструментарий. Если ты сантехник, и у тебя отвертка и молоток, то много ли ты сделаешь, да? А когда у тебя целый чемодан этого инструмента, то ты уже прямо виртуоз. То же самое и с дизайном. Когда тебя просят, сделайте кухню, не похожую на кухню. Ну, например, не хочу ее видеть, пусть она... Из разряда Карима Рашида, да? Пусть она растворится в интерьере, да. И тут вот, ну да, может быть, из разряда Карима Рашида. То есть, мы видим примеры того, как это может быть реализовано совершенно иначе. Вот это первое, что мы делаем. И в этот момент у людей происходит такой, ну, знаешь, как бы... Ну, то есть, вот их шаблоны, их устои в голове, которые вот за много лет, там, за 20, 30, 40, они начинают двигаться, и туда еще помещаются и другие примеры того, как это может быть. Потому что, когда ты этого не видел, никогда в жизни, то ты не сможешь это и придумать. Понимаешь, все придумывается из каких-то составляющих. То же самое материалы, как ты можешь придумать какое-то интересное напольное покрытие, когда ты, кроме линолеума, да, и коврового покрытия, ничего не знаешь. Потому что так было у твоих родителей, бабушки, соседа и так далее. Все. Ну, понятно, ты, если даже во дворце никогда не был, и штучного паркета не видел, не знаешь, что это такое, какой ты там рисунок придумаешь? Никакой. Так вот, это первое, что нужно делать. Это очень важно. Второе... Кстати, я хочу тебя немножечко перебить, а ты не обратил внимания, что именно вот, как ты сказал уже, что именно эти креативные дизайнеры, которые печатаются в AD и в L-Decoration, их же тоже не очень-то и много. Они тоже где-то вот там 5-10 процентов, да, вот таких креативных, творческих, действительно, которые прям бомбанули, да, в каком-то дизайне. И вот как раз вот этот пул дизайнеров, он и приходится на вот этот пул заказчиков, вот эти тоже 5-10 процентов, которые про красоту. Нет, я так не считаю. Ну, во-первых, я не знаю, какой их процент. Мне кажется, что их процент достаточно большой. Ведь дизайнер, вот если мы говорим с большой буквы дизайнер, это не обязательно тот человек, который попадает в журналы, делает за большие деньги и так далее, и тому подобное. это человек, который придумывает новые смыслы, делает их удобными, и, то есть, превращая жизнь людей удобнее и красивее, правильно? Когда ты делаешь шаблоны, вот, короче, вот это люди, вот они дизайнеры, вот я считаю, это дизайнеры с большой буквы, то есть, вот у нас их немного на самом деле, к сожалению, в нашем городе конкретно, в Москве больше, естественно, вот, а остальные дизайнеры, это мое мнение, то есть, ну, как бы это не обязательно, что это так, то есть, ну, вот я считаю, что так, это те люди, которых можно назвать, я не знаю, помощник-прораба, ну, а что ты, нарисовал картинку, вот твой искусственный интеллект сгенерит такую же картиночку, бери ее в чертеж, преврати, иди делай. Ну, да, я с тобой согласна, и я сама с этим сталкиваюсь, нанимая себе дизайнеров в команду, которые у меня проходят определенную воронку отбора, да, чтобы ко мне в студию быть принятыми, и в основном у этих дизайнеров, я свои дизайнеры продаю и позиционирую через искусство и историю. Я считаю, что если пространство, проект без искусства и без истории, это пустышка. И абсолютно согласен. Это абсолютно пустота. То есть, это просто красивый ремонт? Ну, да, косметический ремонт. Ну, кто-то его евро назовет, кто-то дизайнерским, и на самом деле надо сказать, что кому-то это норм, кому-то это нормально, но так и слава богу. И вот эти дизайнеры, которые, опять же, проходят у нас отбор, да, какой-то приходят к нашу студию, основная их масса, не все, но основная масса, они не разбираются в искусстве, они не понимают, что смыслы, какие смыслы истории нужно внести в дизайн. И это действительно бич. То есть, они, да, рисуют какую-то картинку, вот там диван, вот шкаф, вот там кухня, и все. Дизайн без смысла не существует. Это не дизайн, это просто ремонт. Так ведь? Да. Ну, так вот, чтобы развить вот это дизайнерское мышление, после насмотренности мы переходим к следующему этапу, это инструментарий. Инструментарий, собственно говоря, это, что это такое? Ну, например, свет, это инструмент дизайнера, с помощью которого можно интерьер вытянуть, а можно его похоронить. Согласна? Слушай, Иван, у тебя вопрос, вот ты говоришь про первый этап, это насмотренность. А любого ли человека можно вот, так скажем, обучить, насмотреть, обучить этому нестандартному? Вот у меня, допустим, я пришла, у меня нету нестандартного мышления. Абсолютно. Это миф, когда говорят, что у меня нет таланта, понимаешь? Это заблуждение. Понятное дело, когда мы рождаемся, у каждого из нас предрасположенность есть к чему-то больше, к чему-то меньше, но вот так, чтобы талант, как Леонардо да Винчи, ну извините, раз в тысячу лет там рождается. Так что не переживайте, у меня лозунг такой, научу дизайну даже вахтера, понимаешь? Ну, слушайте, у всех есть глаза, все воспринимают информацию, все могут найти нужные картинки, соответственно, главное правильно направить. И дальше зависит от усердия. Если ты хочешь, если ты предлагаешь усилия, не отступаешь, вот как ты, то ты достигаешь результатов, становишься классно, классным мастером, ну а если у тебя есть к этому предрасположенность, то есть талант, то ты становишься гением. Вот к инструментарию также можно отнести, ну, работа с цветом, например, да, то есть я хочу сказать, что почему наши интерьеры такие серые, ну вот смотрим, я имею в виду наши, наших дизайнеров, ну очень многих, вот посмотри, серые, бежевенькие, очень такие нейтральненькие, аккуратненькие, почему? Потому что боятся работать с цветом, не дай бог, где-то что-нибудь не так случится. Посмотри зарубежных дизайнеров, они все смелые, цветные, не все, есть очень монохромные. Смотри, не то, чтобы они боятся, мне кажется, мне кажется, что не то, чтобы они боятся добавить цвета, они боятся его продать заказчику. В том числе, потому что цена ошибки велика, потому что я же сам на себе это чувствовал, то есть ты покупаешь краску, выкрашиваешь стену, а она не того оттенка, понимаешь? Нет, но это же не тогда, когда мы уже все, приступили к ремонту, это тогда, когда мы на этапе согласования визуализации, да, или концепции, и когда мы в концепции предлагаем что-то такое, какой-то отвал башки, да, мы предложили и считаем, что это классно и здорово будет смотреться в интерьере, преподносим заказчику, у заказчика шок, а я считаю, что искусство должно вызывать шок в первую очередь, а вот как дальше продать этот шок, как дальше отстоять его, а вот тут уже кишка тонка, и мы откатываемся назад к нашим бежевым серым интерьерам. Я не так немножечко считаю, серенькие, бежевенькие интерьеры, они просто безопасные, и для заказчика, и для дизайнера. Если дизайнер, когда дизайнер умеет работать с цветом, то он его применяет, цвет это не значит, вырви глаз, все ярко, с цветом можно работать очень деликатно, но у нас ведь не умеют и этого. Хочешь пример? Открывай любой интерьер, и там ты увидишь черные выключатели на белой стене, черные светильники на белой стене, как будто мухи сели на свежеокрашенную стену, понимаешь? Такое ощущение, что дизайнеру некуда привлечь внимание клиента. Ну, это что такое? Безобразие? Повесь картину, туда привлеки внимание. Искусство. Искусство, оно всегда, оно вытягивает любой интерьер, даже бежевый, даже серый интерьер можно вытянуть за счет искусства. Вот, поэтому вот второй этап, возвращаемся к школе, второй этап, это работа с инструментами. Таких инструментов там целый ряд. Ну, вот основные. Свет, цвет, форма, фактура. Про фактуру мы вообще забыли уже, да? Ну, я, мы имею в виду всех людей и обывателей, потому что нас окружают буквально искусственные поверхности, все гладкое. А ведь человек, мы созданы как? На ощущениях, вот, смеркалось, когда, да, вот темно, ну, еще совсем давно, к древности, то как мы ориентировались в пространстве? Только на ощупь, но в пещере. Ну, слушай, вот фактуры, это, конечно, все классно, но наши, наши фактуры иногда разбиваются о скалы кошек, собак, которые... Это все придумали, это все, это все надумано, придумано теми, кто не находит других аргументов, почему там мне не надо. Но, опять же, это из зоны страха. Ну, да, я вот деньги потрачу, а у меня это там тын-тын-тын. Но тогда ты как дизайнер найди решение, чтобы это сделать так, в таких зонах, куда там твой кот не дотянется, например. Ну, я к примеру говорю. Ну, то есть, это становится таким аргументом, который мешает, типа, сделать дизайн. Ну, давайте жить в бетонном бункере. С газеткой на полу и матрасе. Да, ну, это же бред, правильно. Давайте про пыль еще поговорим, да? Это же пылиться будет. А хочется спросить. Это самое главное. Там же будет скапливаться пыль. А хочется спросить, а на шторе не бывает пыли, что ли, у тебя? Да? Ну, то есть, какие-то вот странные такие вещи. Ну, так вот, и в завершение, вот когда уже у человека голова повернулась, так скажем, да, и он ну, получил, что ли, смелость, он получил инструменты, из которых можно что-то собрать. Вот здесь я уже приступаю к тому, чтобы научить человека, как этим пользоваться. То есть, мы уже начинаем работать с образами, ну, то есть, чтобы сделать не просто красивую картинку, а создать некий образ, то есть, атмосферу в интерьере. зачем? Потому что такой интерьер с атмосферой, который отвечает, ну, не то чтобы требованиям, да, а я бы это сказал чаянием людей, такой интерьер, он жив всегда, он всегда радует, люди в нем совершенно по-другому себя чувствуют, они никогда не скажут через месяц, год, два, что он мне надоел, что устарел, тренд ушел, вот этого никогда не... Вот здесь я хочу еще добавить про, ты сказала, про смелость, что дизайнер обретает смелость, да, проходя там первый-второй этап обучения, но здесь еще важно, он приобретает ценность, понимание ценности. Вот когда сам дизайнер понимает ценность, которую он несет своему заказчику, несет в массы, вот тогда он может это объяснить, аргументировать и, ну, так скажем, переложить из своего мозга, да, ложечку в мозг заказчика. У меня была история, когда ко мне пришли заказчики с бежевым интерьером, мы с ним провели, с ними провели День вдохновения, это стало отправной точкой, они прям меня, как мы закончили интерьер, они прям меня благодарили именно за этот день. И вот у них сейчас висит фреска Туаль-де-Жуи, у них сейчас шпон табу, и все это имеет настолько большую ценность, и для них вот их интерьер, он никогда не выйдет из моды, он никогда там не станет скучным, не надоест, потому что они видят ценность этого интерьера. Мне кажется, здесь можно подвести итог, здесь вам, дорогие друзья, уже, мне кажется, становится понятным, что для себя выбрать. То есть, еще раз резюмируем, то есть, можно поделить глобально рынок обучения, ну или курсы обучения на две части. Первая часть, значит, над ними лозунг, выучи программу, стань дизайнером, чтобы вы понимали, это про визуализацию, то есть, там учат руки дизайнера, то есть, учат программу. Вторая часть курсов, это те, которые про дизайн, там учат дизайнеров. Ну вот, например, на моих курсах, там, в Лугаха, учат на курсах, ну и ряд других, там, достаточно много, легко их найти. Из них есть онлайн, есть офлайн, есть совмещенные, здесь уже вам выбирать, как вам больше нравится. Но, здесь вам тоже нужно глобально решить, потому что этот пул или этот набор курсов делится глобально на две части, на очень маленькую и на очень большую. Очень большая часть, этому учат все, учат как раз вот технологии дизайна, да, наверное, правильно так сказать. Но по-настоящему творчеству учат очень маленькая часть. Я в Екатеринбурге таких студий не знаю, которые именно учат креативу. Вот, таких очень мало, но в частности, вот моя школа, то есть на моих курсах этому мы обучаемся. Кстати, 15 мая у нас стартует новый поток, так что, ребята, успевайте. Ну, что куда? Вот я получила прививку, куда мне дальше податься? Ты можешь спокойно сама делать дизайн, придумывать его и отдавать рукам уже делать чертежи, визуализации и так далее. То есть ты уже сможешь креативить. У тебя будет стопроцентное погружение. То есть, например, если ты хочешь сделать для себя ремонт, ну, то есть ты, домохозяйка, да, и решила сделать себе, соседу, там, подруге, то ты совершенно спокойно сможешь стать тем мозгом, тем креативщиком, который сможет это совершенно спокойно придумывать, генерить и развиваться в этом направлении. Если ты хочешь стать дизайнером, то ты мозг переформатируешь, ты поймешь, как создаются креативный интерьер, ты будешь к этому готова. Помимо этого, конечно, ты и серенький сможешь сделать, да, безусловно. Вот. И дальше ты уже решишь, либо ты себе нанимаешь помощников, либо ты дальше развиваешься, и сам рисуешь, сам чертишь, там, ну, как тебе угодно. Если ты, например, вот, кстати, ко мне обращаются риэлторы, ко мне обращаются люди, которые занимаются строительством домов, такие, знаешь, люди, которые деньги вкладывают, то есть, если ты вот такой, занимаешься каким-то бизнесом, то для такого человека вот это образование будет интересно тем, что он будет знать, кому обратиться, он будет видеть этих самых креативных дизайнеров, чтобы не попасть в ситуацию, что деньги заплатили, а тебе лажу какую-то наделали. Понимаешь, это же важно в бизнесе, чтобы твой продукт, конечно, там, не знаю, там, подъезды, там, мопы, там, или какие-нибудь там кафешки, чтобы они выглядели классно, да, то есть, это же продает, это картинка, которая продает. Вот, а у нас, как говорится, хочешь делать хорошо, разберись в вопросе, да, вот. Ну, вот, такое резюме. А еще, если я, как выпускник твоей школы, получившая дизайн-прививку, вышла в голое поле, и вот вопрос, где мне найти заказчиков, об этом можно поговорить в следующем выпуске. На этом все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. Пока, Валерия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok